Всем привет! Начинаем новую рубрику «Архив». Мы публикуем наши прежние расследования. Они остаются актуальными и на сегодняшний день. Это расследование про министру внутренних дел Улана Неазбекова. Вышло год назад. Мы показали тогда причастность его к контрабанде ГСМ, показали дорогие особняки его семьи, а также рассказали, во что превратилась милиция под его руководством. В недавнем расследовании по захвату земель вокруг рынка Мадина всплыло имя его дяди. После просмотра прошлогоднего нашего расследования вы поймете, почему МВД во главе с самим министром преследует нашу команду. Итак, 2020 год. Садыр Джапаров представил так называемого «молодого кадра». Сегодня я временно назначаю министра молодого кадра из вашего состава. Пост министра внутренних дел. Он будет возглавлять временно, может измениться через 2-3 месяца. Искренне надеюсь, что вы примете и будете работать вместе в команде. Салам всем! Говорим о Улане Неазбекове, министре внутренних дел. Неазбеков пришел из 7-го отдела. Еще с советских времен сохранилось это название. Это отдел наружного наблюдения. Сотрудник этого отдела засекреченный, занимается прослушкой, слежкой. Так называемый «молодой кадр» из «семерки» сразу же заявил о себе. Все общество почувствовало всю мерзость его методов. В декабре у Томирова в квартире нашли видеокамеру, Wi-Fi роутер, самодельный блок питания, микрофон и несколько проводов. Кадры из личной жизни, телефонные переговоры, фото с их примитивной слежки выкидывались в социальные сети через фейковые аккаунты. А это кадр, как мы нашли скрытую камеру у меня в квартире. Камера установлена в спальне. То есть их интересовали не только разговоры, они хотели заснять личную жизнь и поиздеваться в социальных сетях. В доме у Болота Тимирова мы обнаружили скрытую камеру с прослушкой. Камера была установлена прямо в спальной комнате. Такая фигня, друзья. Нашли вот такое устройство для видеонаблюдения дома у Болота Тимирова. А это совсем свежие фотографии слежки и тайных съемок нашей команды. Мы выяснили, что этим занимаются сотрудники МВД. Это как раз то время, когда мы собирали информацию к этому расследованию. Если вы видите это видео, значит им не удалось нам помешать выходу расследования. Да, то есть это может быть и вайпы, и спайсы. Это содержащие именно синтетический наркотик. Он тоже один, да? А на это видео мы подали жалобу в Генпрокуратуру, потому что его снимал сотрудник милиции в моем присутствии. И на следующий день видео появилось в обрезанном и смонтированном виде в интернете. Но Генпрокуратура поверила в раннюю сотрудников милиции, что якобы в наркологический центр ворвались сторонники Тимирова. Конечно же, такого не было. В центре были только я и сотрудники милиции. Марихуана, синтетика, героиня, все три отрицательные. А вардах отрицательных, да? Еще одно событие, которое ярко демонстрирует отсутствие чести и достоинства, и вообще никаких каких-либо моральных принципов, это наше расследование министра провокационных дел. Вы, наверное, помните, халатность и попустительство в структурах МВД стали причиной смерти Бургулая. Люди вышли на митинг с требованием отставки министра. Но вместо того, чтобы признать ошибку, Ниазбеков делает обратное. Он выводит сотрудников милиции в гражданском на антимитинг. Сзади понемногу подтягиваются действующие сотрудники в гражданском. Начальники отделов ГУБОП и ГУР руководят процессом. Как мы уже говорили, это Нурдин Чулпамбаев и Чингиз Иманалиев. И послушно за ними идут другие сотрудники. А это кадры с другого видео. Участники, так сказать, праведного митинга почему-то скрывают свои лица, отворачиваются, закрываются капюшоном, видимо, совесть мучат за свой поступок. И понять их можно. Когда министр сама дур, то ты идешь против совести. Ну и давайте заглянем в прошлое Ниазбекова. Кому мы доверили охранять нашу безопасность и защищать наши права? Мы помним историю с Эмилем Кимсановым, бывший сотрудник таможни, которого преследовал Раимбек Матраимов. И он сам, и его супруга рассказали о том, что от Раима Матраимова ему звонил высокопоставленный сотрудник МВД, а конкретно Улан Ниазбеков. Звоним начальнику секретной службы МВД 7-го управления. МВД Кэрломыке, где через что я так поступаю? МВД 7-го управления. Будучи уже министром, Улан Ниазбеков легко открестился от этого случая и от Раима Матраимова. Эмиле Кимсанов, байланыш кандар сизинатыми, бирынэжу жутчай жол атадыле. Шубончик коментар берыласы? Кандар байланыш кандар? Эштермончик, мен малыматым жопал. Мен, 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 машка, уланныгендар бар, бауғандыр мошты. Не знаю, мауна. Джанган жумышка керсек, так-тап көрой. Но давайте сравним голоса. Сене, сырак клад, дапрос клад, кому айтэч кім? Бу, чарвалы, гештегенда арбер, милицияхызматкерин, айлхакысын, киим гэчэссин. Ожо мэнангэй, материалы, анангэй, карап-карап-карап-тюрб, рапридлён вактай, айлэй, ойлэй, 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 ойлэй. Военного билета прошло более 10 лет. Возбуждение уголовного дела отказали. Теперь сравните с моим делом. Прошло более 15 лет. У них не было никаких доказательств, кроме фальшивой анкеты, которую они сами и подделали. И меня осудили, ещё и депортировали. А у него в деле все доказательства, но даже не возбудили дело. В 2013 году бизнесмен Алексей Гаврилов подал жалобу в Генеральную прокуратуру, что Улан Язбеков вместе с неким Саидом Иралиевым продал ему 5 фур. Он также отметил, что Саид Ирсалиев считался приближённым вором в законе Камчик-Ульбаева. А после они, угрожая ему, отобрали 3 фуры. В ходе разбирательства выяснилось, что эти 3 фуры каким-то образом оказались на балансе финансово-хозяйственного управления МВД. Генеральная прокуратура после изучения данного дела сообщила, что нарушений закона не было. Позже Алексей Гаврилов в своём обращении в СМИ рассказал, что получил все грузовики, но при этом ему продолжают поступать угрозы. Пишет Азаты. И такая же история происходит и в наши дни. Улан Ниазбеков уже министр внутренних дел. А жалоба идёт на сотрудников МВД. Собственники лишаются уже 12 машин. Просто отобрали. И самое интересное, судьи с ними заодно, при живых-то владельцах с документами, судьи в наглую пишут, что машины бесхозны. Просто сказка. Отобрали и покрасили под патрульный. Взломали и сделали дубликаты ключей. И комично с одной стороны, а с другой плакать хочется от вида этого беззакония. Хозяевам машин лишь остаётся обращаться в СМИ от бессилия перед правовым беспределом. У нас, короче, построение здесь. Ключи дела для аварийного вскрытия. Такой ход раз видели. Один на одном ключе, короче, вот. Запрограммировали. Подходит не только к этим двум, ещё тут несколько машин. Вот. Чтобы вы понимали. Смотрите, я нажимаю. Ну, не заводит, правда, вторую машину. Багажник нажал. Закрываются оба. А это история ещё одной кражи с участием сотрудников МВД. Российский бизнесмен обратился к нам с жалобой о краже 750 тысяч долларов. 22 апреля прошлого года поступила сумма 750 тысяч по контрактам, по которым я был должен отправить их за обувь и за текстиль в Китай. 5 апреля, понедельник, 22 года в 9 часов я вышел из дома, чтобы направился банк РСК, который находится на Моссовете. Со мной были уже действующие контракты, по которым мы должны были деньги отправить в Китайскую литерскую публику. На выходе, значит, меня кто-то окликнул, я увидел машину Камри, оттуда вышел, значит, мужчина лет 45, в гражданской форме. Подошёл и представился как майор Чуйской областной ГУВД Хомоналиев, Чингис. начальник отдела службы криминальной милиции. С ним были ещё двое его сотрудников, впоследствии я узнал. За рулём сидел Ирмек Сатиев, капитан, в рамке капитана, работника этого же отдела Чуйского ГУВД. А рядом со мной подошёл, стал Аделет Джуныш Алиев, тоже капитан, тоже его сотрудник. И попросили меня сесть в машину, поехать с ними в ГУВД. Мы видим на кадрах видео, что сотрудники Чуйского ГУВД приезжают к дому ближе к восьми. В это же время в банк заходит человек с поддельным чеком от бизнесмена. В ГУВД бизнесмена держат до трёх-двадцати дня. Как раз в то время, когда мошенник выходит из банка уже семисот пятидесяти тысячами долларов на руках. Арзенбек ещё понедельник, за день до этого, когда меня держали в ГУВД, был в банке и забрал все деньги наличными. Все семьсот пятьдесят тысяч долларов, Арзенбек пропал, телефон отключен, никаких как бы не было ясности. И после этого я уже был вынужден обратиться в ГКМБ. Деньги он передаёт человеку, который из показаний на допросе представился как бывший помощник министра внутренних дел Улана Ниасбек. После инаугурации президента Крыгызской республики Диапарова СН был назначен на должность советника губернатора Таласка области, а также являлся помощником министра внутренних дел Крыгызской республики, которую занимал около года. Из показаний Токонова КК. А на этом фото этого экс-помощника можно видеть рядом с Садыром Джапаровым. Суд ещё идёт, но можно предположить, каким будет решение суда по этому делу, а 750 тысяч долларов бизнесмену так и не вернут. Впрочем, и Улан Неазбеков не сторонний человек для Садыра Джапарова. Бывший глава ГКМБ Абдельс Гизбаев на дебатах рассказал о том, что Улан Неазбеков в своё время брал кредит для Садыры Джапарова. Ну и в арестах в гонениях участвуют сотрудники 10-го отдела МВД. Этот отдел должен ловить террористов и незаконных мигрантов, но на самом деле они преследуют журналистов, блогеров, гражданских активистов и простых граждан, которые протестуют или высказывают своё мнение в социальных сетях. Вот такую милицию выстроил нынешний министр внутренних дел Улан Неазбеков. Что говорите насчёт моих постов? У меня нету фейсбука. А ну не тронет. Что вы хотели конкретно говорите? Меня не надо снимать. Отдел Говоров? В смысле? Что вы меня снимаете? Какое право имеете мне снимать? А что вы тогда снимаете? Я имею вас право снимать. Имею. Вы меня не имеете права. Охранник в будке, камеры наблюдения повсюду. Эта улица серьёзно охраняется. На спутниковой карте видно, что многие дома с бассейном. По нашим сведениям, здесь, на этой улице, живёт Улан Неазбеков. И действительно, один из особняков на этой улице района Оксфорда принадлежит маме Улана Неазбекова Мерсалиевой Сабири Чантурой. И вот буквально в этом году были скуплены ещё два соседних особняка и записаны на дядю Мерсалиева Абдамалика Чантурой. В общей сложности только эти особняки стоят около полутора миллиона долларов. Или примерно 170 миллионов сомов. Майгой учёджайлардын бери Дженішбек Коджо Муратов отту жаранды наымына катталған Борбордук Шайло комиссиясыны Малымат базасында Алталас облысуның Карабура районындағы Майма қайлында катталғаны депутаты болғын дуғы жазылады. Бізден журналистер Дженішбек Коджо Муратов Этого человека зовут Коджо Муратов Адыр. На этом видео ему не нравятся вопросы журналиста политклиники и он материт его. А вопросы были по заправкам и про родственные связи с Уланом Ниазбековым. Политклиника выяснила, что на Коджимуратова записана заправка в селе Арка Лилекский район Баткенской области. Политклиника также выяснила, что именно эти заправки местные жители подозревают в контрабанде ГСМ в Таджикистан. контрабанды в Таджикистан. Мы выяснили, что заправка отчитывается через юрлицо под названием «Нефтяная компания Москва». И учредителем и директором является Мерсалиев Абдемалик, дядя Улана Ниазбекова, тот самый, на которого записаны особняки в охраняемом районе. Сгоревшие бензовозы на трассе от Сосновки до Баткена мелькают в новостях нередко. Недавно произошли трагические события, когда погибли два сотрудника милиции при тушении одного из бензовозов. Скончался Розмамат Акуналив, пострадавший в результате ДТП на перевале Туашу. Но почему бензовозов так много, что аварии с ними мы читаем в новостях практически ежегодно. Россия Кыргызстану отпускает нефтепродукты дешевле, чем другие страны, потому что без экспортной пошлины. Но Кыргызстан не имеет права перепродавать официально, поэтому мы уже на протяжении долгих лет говорим о контрабанде ГСМ в Таджикистан. Как одном из самых прибыльных преступных доходов в Кыргызстане. В селе Арка, там где заправка нефтяной компании родственников Ниазбекова, нет пограничных заграждений. Любой из Таджикистана может заехать и без всякой таможни контрабандой завести бензин в Таджикистан. Поэтому их в этом месте так много так много. По совпадению у нефтяной компании Москва три заправки. Все три заправки находятся на кратчайшем пути следования из Казахстана в Таджикистан. Село Петровка, село Сосновка и село Арка. В 2017 году таможенные платежи осуществлял человек с фамилией Ниазбеков. Таможенные сборы смешные для нефтяных компаний по 1000 сомов, 3000, максимум 5000 сомов. Вот такой вот бизнес и имущество у семьи Улана Ниазбекова. И да, как обычно про не потешу. В этом году начальником Исахатинского РОВД назначен некий Мерсалиев Мелис Абдесаитович. Ну и по случайному совпадению у Улана Ниазбекова есть дядя Мерсалиев Абдесаит Чантарович. Вот такая вот история. Контрабанда ГСМ, связь с криминалом, связь с крупным коррупционером, непотизм, грабежи, воровство, провокации и подлость. И все это происходит у нас в стране. И мы сами выбирали президента и парламента. А они выбрали на ответственные должности именно такие кадры. Вот она причина следственной связи. Подписывайтесь на наши каналы Тимиров Лайф Тимиров Лайф Кейджи и Айтай Тесе. С вами был Булак Тимиров. До новых встреч. Субтитры Лайф Лайф Лайф